Жарко! Так, а Луи Гонг решил нам поднять хайп и привез на выставку электрический колесный погрузчик. Давайте пообщаемся, может быть что-то интересное расскажут. Я сейчас не представляю, как можно работать на электрическом погрузчике. Так, кабина. Я даже не вижу, где здесь аккумуляторы находятся, потому что в моем представлении аккумуляторы должны занимать достаточно большое место. Кабина стандартная, здесь довольно простоватая, здесь нет рычагов, которые используются на дизелях. Понятное дело, это же электро. Заводить не надо, нужно просто нажать кнопочку. Как и во всех современных, есть камера, я так понимаю, можно смотреть в круговую. Выведено все на дисплей сюда. Главный вопрос, есть ли здесь кондиционер? Я тут долго точно не выдержу. Здесь, я так понимаю, подключается зарядное устройство. Смотрите, два разъема. Привезли нам электрический погрузчик. Никто ничего не знает. Давайте примерно просто пофантазируем. Как считаешь, Олег, реально им пользоваться? Да, реально. На стройках? То есть 4,5 часа, да? Смотри, здесь как бы получается, здесь отсутствует двигатель, как на обычной машине. У нас есть дизельный, двигатель, коробка. Здесь полностью аккумуляторные батареи. Заряд аккумуляторной батареи хватает где-то порядка 6-8 часов работы непрерывной. Данная машина, она применяется в строительном классе, 3,5 куба. В Китае, в Европе, в Америке уже эти машины работают. То есть они там реально на электро работают? Да, они уже трудятся, да, там, вовсю. Короче, ты 6-8 часов поработал, воткнул штекер, спишь. Спишь, и где-то, в зависимости от станции, там, ну... Она еще не зарядилась. Она, не, ну где-то... Продолжаешь спать. За 2 часа где-то она зарядится. В зависимости от того, насколько аккумулятор разряжен. Понятное дело, если ты просто едешь, но если ты работаешь с гидравликой одновременно, то расход увеличивается. Вот эти 6-8 часов, это на какой режим работы? В зависимости от условий эксплуатации, да, это зима-лето. Понятно, зимой это будет больше расход аккумуляторов, да. И плюс, да, машина одно дело. Она просто едет. Короче, на севере аккумуляторная техника выживет. В европейской части это реальная техника, которая будет работать. Да, до Урала. За Уралом должна быть техника с дизелем. Что интересно, откуда берут отбор мощности от одного двигателя? Побежал, да? Да. Страшно. Ну, если уволят... Мы всегда готовы взять на работу. А те, кто уволят по результатам наших съемок. Много вопросов возникает. Мне кажется, вписываться вот в такую вот историю, не каждая компания готова. Мы про электромашины-то не верили, что они зайдут к нам на дороге. А тут чуть ли не каждое десятое уже начинает либо гибрид, либо электрическое. Реальная экономия. Конечно, если ты где-то в Иркутской области, где электричество, там по рубль 70, тебе проще воткнуть штекер на ночь, зарядиться, поработать, вместо того, чтобы заливать дизель, который уже по 64 рубля. Цены 2024. Новинка на выставке. Все это понимают. Верите сами. На самом деле клиенты скептически к этим машинам относятся, потому что нужно понимать, что эти машины, они сильно дороже, чем обычные. Это сколько будет стоить? Я не могу сказать, но, наверное, где-то в два раза дороже получается, чем дизельная машина. Большая часть цены здоровенно забирает аккумулятор. Представьте, у нас мощность аккумулятора, в стандартной версии, это 300 кВт-час. Максимальный аккумулятор это 453 кВт-час. Легковушка электрическая, там аккумулятор 40-60. То есть это здоровенный аккумулятор. Вот я представляю, например, национальный парк, там отдыхающие. Обычная ситуация, где работает дизель, отдыхающий недовольный. Здесь это будет тихо? Это будет тихо, да. Единственное, что слышно гидравлику. Но она, конечно, не так шумит, как... Гидравлика такое жужжание там. Да, то есть коробка отбора мощности там от электро. Там отдельный электрический мотор на ход. Отдельный на гидравлику. О, и важный вопрос. Есть два электродвигателя. Один ходовой, один гидравлический. Который, вот этот ковш как раз... Они одинаковые по мощности? Вход, конечно же, будет мощнее, потому что там намного больше энергии требуется. Здесь все железо, оно такое же, как у обычных дизельных погрузчиков? Ну, смотрите, если мы говорим про гидросистему, то все, в принципе, то же самое. Я бы на запчасти сломался, например, какой-то цилиндр гидравлический. Он такой же, как у аналогичного дизельного. Да, такие же мосты. Единственное, на этой машине также стоит коробка передач двухскоростная. Верхний и нижний диапазон, на котором уже мотор висит, она отличается. Она специально построена для электрического погрузчика. Кондиционер есть? Конечно. Я спрашиваю специально для ребят, потому что мы заботимся все-таки о людях. Хотим, чтобы им было комфортно работать. Здесь стоит кондиционер. Сидение мягкое, тихо. То есть ты в кабине не чувствуешь запах дизеля, масла. Круто. Что еще? Вот в плане эксплуатации... В плане эксплуатации... Эта машина заточена, чтобы оператор, который вчера работал на дизельной машине, чтобы сегодня он на эту машину пересел с минимальными отличиями. То есть здесь даже, как на машине, то есть есть ключ зажигания. То есть выключено, включаете... Я заходил, да, есть и педали. Да, включаете типа зажигания, включается насос, который пилотную гидравлику гоняет. А потом дальше парать, там уже подключается 600 вольт основной вход. Все очень похоже. Отличие это в уровне шума. То есть стоите, мотор не работает. Подгазовывать не надо. Поехал тихо. Начинаешь гидравлик, началось слышать шум гидравлики. Большое отличие от обычных погрузчиков в том, что скорость гидравлики не зависит от скорости оборотов двигателя. Обычно на погрузчике вы подгазовываете, чтобы стрелку быстрее поднять. А здесь это делать не надо. Это меньше нагрузка на тормоза, меньше расход энергии. Заряется за ночь быстрее. Если поставить зарядку, быструю зарядку 300 киловатт, ну это большая мощность сразу. 300 киловатт не на все строки с 300 выделяют. Да, да, да. В карьере найдете, особенно какой-нибудь там, где дробилки есть, там куча энергии. Лично мне кажется, эта история больше не про экономию, так как сам погрузчик в два раза дороже. А про то, что ты можешь тихонечко работать вечером, и местные жители не будут писать жалобы в полицию. Можешь работать там в экологических районах, да, где-нибудь на побережье с отдыхающими. Или на Камчатке, где, например, национальный парк, да, чтобы не засорять этим маслом и выхлопами какую-то окружающую среду. И писать везде, что у нас работает техника на электроприводе. Мне кажется, это хороший маркетинг. Можно дополнить? Да. То есть еще два применения, куда эти машины позиционируются. Первая – это очередь, где очень жестокие, жесткие требования по уровню выхлопных газов. Это где? Это шахты. То есть машина работает под землей. Второй момент – это предприятия, которые подписываются под экологические. То есть мы такая зеленая компания, мы за устойчивое развитие, соответственно. То есть пользуются в маркетинге, триггер, зеленая, экологическая, заботишься об окружающей среде, о климате. Берут такую машину замечательную, зеленую, грузит чудящие Камазы. Зато это экология. Но скоро и Камазы, значит, будут у нас ездить на электротранспорте. В Москве, например, куча автобусов, уже электробусы. Скоро будут на технике, погрузчики, электропогрузчики. Давайте еще важный момент скажу. Вы, наверное, привыкли, что мобильный телефон покупаете, и через пару лет батарея сильно падает. Это важный момент. Это всех тоже у аккумуляторов автомобилей, это тоже всех беспокоит. Хочу сказать, в плане успокоения. Наш поставщик аккумуляторов, кстати, то же самое, который для Тесла аккумуляторы поставляет. Он, да и для BMW, кстати, тоже. Он, соответственно, дает... То есть здесь аккумуляторы стоят те же, что стоят в Тесла, то есть от того же производителя, и в BMW. Он дает гарантию, что за 2600 циклов зарядки, соответственно, деградация аккумулятора будет не более 30%. Не придется через пару лет покупать еще половину погрузчика в виде стоимости двух аккумуляторов на гидравлику и на двигатель. Правильно? Нет, там один аккумулятор, соответственно. А, аккумулятор один, двигатель два. Но он дорогой. Все, Михаил, реально спасибо. Спасибо.